Игровой суббренд Vivo представил достаточно интересный флагманский смартфон IQOO3. Телефон обладает высочайшей производительностью, но при этом у него и приемлемый ценник. Не обошлось и без эксклюзивных фишечек. Присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. 25 февраля в Индии суббренд Vivo провел мероприятие, где анонсировал свой новый флагман IQOO3 и его вариацию IQOO3 5G. Это топовая версия с поддержкой сетей пятого поколения. Наличие двух вариаций со 4G и 5G связано с тем, что Индия пока еще полноценно не готова к переходу к сетям следующего поколения. Еще до анонса телефон наградили званием королем производительности. На скорость и быстродействие как раз и был сделан акцент на новинку. Вот только с показом самого телефона на мероприятии немного затянули, да и в целом презентация получилась достаточно бюджетной и не совсем запоминающейся. Единственное, чем запомнился анонс этого смартфона, так это маркетинговыми роликами, как во время, так и до анонсирования устройства. Их продолжительности вполне бы хватило на караметражку. Но все же перейдем к мероприятию. Сначала пригласили людей, для которых скорость в последневной жизни является определяющим фактором. Далее парочку слов о продукте сказал старший директор продвижения продукции Qualcomm в Индии. Ведь именно топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 стоит в новинке. Хотя, я думаю, уже не понаслышке об этом чипсете знает практически каждый. И, наконец, перешли к их характеристикам смартфона IQOO3. Устройство оснащается оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. Это и вовсе первый смартфон с данным типом накопителя. А следом представили то, чего так многие ждали. Это результат бенчмарка Antutu. Телефон набрал более 610 тысяч баллов. Это наилучший показатель на сегодняшний день, подтверждающий звание короля производительности. Именно связка процессора ОЗУ и ПЗУ, по словам производителя, позволили показать смартфону такой уровень. По мне так, оболочка операционной системы также повлияла на результат, но о ней чуть позже. Далее показали маркетинговый ролик и рассказали о дизайне и цветовых вариантах смартфона. А тут их три – Tornado Black, Quantum Silver и Vulcan Orange. Именно последний оригинальный цвет для новинки. Топовая вариация устройства имеет поддержку сетей пятал поколения, которые в 10 раз быстрее предыдущего. Смартфон оснащается аккумулятором емкостью 4440 мАч с поддержкой быстрой 55-ваттной зарядки Super Flash Charge, при помощи которой телефон заезжается до 50% всего за 15 минут. Кроме этого, новинка получила Polar View Display с крошечной врезной фронтальной камерой в верхнем правом углу диаметром менее 3 мм. Да, отверстие под камеру меньше, чем у Xiaomi Mi 10, но и разрешение сенсора всего 16 мегапикселей. Экран выполнен по технологии Super AMOLED с Full HD Plus разрешением и диагональю 6,44 дюйма с поддержкой HDR10 Plus и 100% цветовой гаммы DCI-P3. Сканер отпечатков пальцев интегрирован с экраном, а скорость его срабатывания составляет 0,31 секунды. Также напоминаю, что у канала есть твой Телеграм-канал, где ты можешь узнать о скидках и акциях на мобильную технику. Только лучшие предложения на рынке. А совершать покупки в интернете советую с помощью двух самых популярных кэшбэк-сервисов – Backit и Letyshops. Все ссылочки находятся в описании под видео. Вот так потихоньку перешли к главной игровой составляющей смартфона. В IQOO3 реализованы настраиваемые сенсорные курки с распознаванием силы нажатия – Monster Touch Buttons. Это точно расширит возможности в играх и облегчит игровой процесс. Есть и 4D-игровая вибрация, которая, например, имитирует отдачу при стрельбе из оружия во время игры. Присутствует и режим Ultra Game Mode для оптимальных игровых настроек, что-то наподобие как гейм-турбо от Xiaomi. Удержание обеих кнопок Monster Touch Buttons позволяет активировать режим Multiturbo, который заставит начинку работать на полную мощность, но и расход заряда батареи при этом увеличится. Для оптимизации игрового процесса не обошли стороной и экран смартфона и оснастили его 108-герцовым тач-сенсором для мгновенного отлика в динамических сценах. А вот сама панель осталась прежней – всего 60 Гц. Также имеется технология орлиного глаза, чтобы вы не упустили ни одной детали, как, например, противника в онлайн-игре. По мне, так это лишь чистой воды маркетинговый ход. В плане эргономики для удобства удержания телефона во время зарядки в комплекте к телефону идёт L-образный кабель в виде капсулы. И всё это сочетается в одном смартфоне, который рассчитан именно на аудиторию геймеров. Не оставили без внимания и систему охлаждения. Смартфон получил систему жидкостного охлаждения из углеродного волокна, двойную графеновую плёнку и ряд инженерных решений для правильного распределения тепла по металлическому каркасу. Таким образом, производитель добился снижения температуры корпуса на 3,5 градуса и 12 градусов для температуры процессора. Закончим игровую составляющую и перейдём к камерам смартфона. Телефон получил 48-мегапиксельный датчик Sony IMX582, 13-мегапиксельный телеобъектив с 20-кратным зумом, а также 13-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный датчик глубины. Есть поддержка режимов Super Macro, Super ночного и Super стабилизатора. Видео смартфон записывает в формате 4К со скоростью до 30 кадров в секунду. Телефон получил сертификацию Hi-Res Audio. В нём предусмотрен Hi-Fi усилитель и 3,5-мм аудиоразъём. Также IQOO3 – это первый смартфон, на который установлена свежая фирменная оболочка IQOOUI 1.0 на базе операционной системы Android 10-й версии. По сути, в оболочке присутствуют только новые значки для приложений. И на мой взгляд, именно благодаря ей смартфон немного превосходит конкурентов в производительности. Остальные характеристики, которые не были представлены на мероприятии. Телефон поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC и слот на две сим-карты. А вот разъём для карты памяти в нём отсутствует. В конце презентации представили технические характеристики и показали пару маркетинговых роликов, один из которых предназначен для рекламы топовой вариации IQOO3 5G. Ну и, конечно, сообщили цены на три варианта памяти для новинки. 8 на 128 ГБ обойдётся в 515 долларов. 8 на 256 ГБ в 555 долларов. А вариант 12 на 256 ГБ с поддержкой 5G в 625 долларов. Продажи в Индии начнутся 4 марта. По окончанию презентации на сцену вышли те, без которых не состоялся бы выход новинки. После этого заиграла музыка и спустили занавес, чтобы все желающие могли вживую ознакомиться на стендах с новым флагманом IQOO3. Да, телефон стал самым доступным смартфоном на базе топового процессора Snapdragon 865 и рассчитан на игровую аудиторию пользователей. Что касается камер, то производитель не стал гнаться за конкурентами и оснастил устройство среднебюджетными камерами, что и отразилось на стоимости телефона. И в этом плане можно отметить и небольшой плюс. Посмотрите на конкурентов, которые используют датчики от сторонних производителей и до сих пор не могут выжать максимум из данных датчиков. Смартфон получился у компании отличный и в плане производительности к нему практически не придраться. И здесь именно то, что немного все же стоит упрекнуть производителя. По мне, если вы создаете и делаете акцент на быстродействие, то уж делайте это во всем. Раз поставили в устройство топовый процессор со связкой быстрой памяти, то будьте добры и оснастить его быстрейшей зарядкой. И в этом плане новинка Realme X50 Pro 5G немного выигрывает у IQOO3. Хоть и при меньшем аккумуляторе, но полностью батарея заезжается всего за 35 минут. И это точно прорыв. Да, и экран не обладает повышенной частотой кадров, который был бы как нельзя кстати в новинке для любителей игр. Но это лишь незначительные замечания для такого потрясающего смартфона. Жаль, что игровой со-бренд IQOO до сих пор так и не появился на нашем рынке. Потому как такие смартфоны как IQOO3 и IQOO3 5G точно бы имели спрос у потребителей по такой цене. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также не забывайте оставлять свой комментарий под роликом. Пока-пока.